всем привет можно ли сделать планировку хорошей во вторичном жилье сразу отвечаю можно и сегодня я вам покажу пример как можно сделать из вторичного жилья очень удобное красивое и уютное обиталище для семьи с двумя детьми вот такой пример сегодня я расскажу это конкретные ребята которые обращались ко мне в студию за разбором планировки и специально для них я делал эту квартиру ну а насколько она получилась удобной красивой и уютной судить вам дорогие друзья сейчас будет разбор планировки поэтому устраивайтесь поудобнее и поехали сегодня я буду вам рассказывать о конкретной истории с конкретными людьми которые обратились ко мне за консультацией как обычно все происходит эти замечательные ребята мама папа с двумя детьми купили квартиру купили ее во вторичном жилье и когда очутились там внутри у них сразу же возникло много вопросов то есть сначала когда покупали в общем-то все было классно и хорошо устроила локация устроила количество комнат в общем заключили сделку купили зашли в квартиру и начали думать о том боже мой как все сюда влезет и так какие запросы были у этих ребят ну во первых в прихожей они хотели гардероб чтобы поместилось много вещей в той квартире которая изначально им досталось гардероба нет и если ставить шкаф то шкаф получается поставить очень небольшой все вещи не влазит это такая первая задача моя что с этим сделать а вторая задача найти две детские но здесь они в общем-то достаточно легко решаются они здесь есть третья задача сделать им отдельно спальню и и большую кухню-гостиную сейчас в существующей квартире кухня находится вот в этом маленьком помещении но помимо кухни нам же нужно еще разместить диванную зону столовую группу то есть вот это все большое общее пространство должно быть просторным удобным красивым уютным а вот в этой комнате 15 квадратных метров сделать это невозможно поэтому они попросили меня перенести кухню-гостиную в помещение которое 29 квадратных метров а на месте кухни сделать спальню спальню родителей ну собственно говоря чем я и займусь а четвертое о чем они меня попросили это найти место под постирочную а почему этот вопрос стал их волновать потому что не хватает места в тех санузлах которые имеются в данной планировке а надо сказать что здесь два санузла и но к сожалению они не очень большие и и мне хотелось в эти небольшие санузлы ставить еще и постирочную то есть постирочная это что такое стиральная машина корзина с бельем плюс химия гладильная доска утюг а еще и уборочный инвентарь нужно тоже куда-то разместить обычно его ставят туда где постирочная в этой планировке они не находили место для стиральной машины вот ну и пятая задача которая мне ставилась это расположить мебель таким образом чтобы в последующем в будущем все это выглядело красиво потому что сами знаете мебель можно расставить как попало ну как это обычно делают я это называю просто навалили как в магазине или как на складе вот но на самом деле в реале это не всегда выглядит красиво чаще некрасиво чем красиво вот поэтому мне нужно было расставить все это очень хорошо и уютно шестой пункт который мне нужно было выполнить это сделать детские определенным образом чтобы каждая детская делилась на зоны и одна из них должна быть игровой дети еще дошкольного возраста ну или младше школьного в общем дети еще играют и вот эта игровая зона должна обладать в общем отвечать определенным требованиям то есть она должна быть удобно и она должна быть хорошо освещена в доступе должны быть игрушки то есть это какие-то стеллажи в общем нужно мебель расставить таким образом чтобы детям было удобно и комфортно а седьмая задача нужно найти много мест хранения про прихожую я уже говорил но речь не только о вещах которые вы знаете верхняя одежда нужно ведь еще найти куда разместить рубашки майки ну обычно в спальнях это делается детские вещи в детских хранятся а есть еще постельное белье например а есть еще много вещей которые располагаются непосредственно ванных комнатах о которых мы редко забываем да точнее часто забываем редко наоборот кто задумывается об этом и вот тот случай когда задумались в общем нужно там найти много мест хранения но в общем вот такие исходные данные с которыми я работал вот посмотрим еще раз на исходную планировку и становится понятно что здесь те требования о которых заявляют заказчики выполнить невозможно то есть нужно что-то менять собственно говоря чем я и занялся и так вот новая планировка вход в квартиру и здесь я ставлюсь небольшую стеночку для того чтобы организовать гардероб обратите внимание при входе появляется гардероб это два шкафа которые расположены друг другу лицом внутрь можно зайти и соответственно развешивать уже одежду направо налево это два шкафа по полтора метра то есть в общей сложности целых три метра если в ряд вытянуть эти шкафы это уже достаточно много гораздо больше чем изначально мог позволить себе заказчик то есть первая проблема решена плюс к этому гардеробу я добавил комодик небольшой или это может быть консоль на которую удобно положить ключи сумку можно поставить мелочь какую-то бросить не знаю квитанцию за квартиру положить ну в общем удобная поверхность кстати говоря на нее можно поставить и букетик с цветами если вдруг у кого-то какое-то торжество у семейных я имею ввиду рядом стоит пуфик на который удобно присесть то есть логика следующая заходим в квартиру садимся на пуфик снимаем обувь ставим вниз в шкафчик снимаем верхнюю одежду и проходим дальше в квартиру эта зона получается полностью отсечена от всей квартиры то есть зона прихожей я имею ввиду мы ее еще называем такую грязная зона но условно грязная вы понимаете то есть это то место куда мы заходим верхней одежде и в обуви то есть перемещаясь по квартире в дальнейшем мы уже не заходим в прихожую это очень удобно ну и гигиенично как вы понимаете все вещи все развешены обувь составлены внизу в консоли там что-то тоже можно убирать там шапки шерфы перчатки и прочее ну короче говоря обособленная зона при входе в прихожей помимо того что здесь еще стало удобно я конечно же навел красоту но во первых это красивая консоль обязательно должна быть то есть не какой-то там квадратик а это может быть вообще знаете даже какая-то винтажная вещь просто купить на авито даже какой-нибудь не знаю старенький комодик покрасить его в яркий цвет и уже это будет элемент дизайна ну то есть это уже что-то необычное более того напротив входа сразу же на стене можно повесить какую-то картину знаете это такая вещь которая сразу поднимает настроение я считаю что прихожая должна сразу поднимать настроение когда мы заходим домой ну это все равно что ваш любимый человек вас встречает понимаете вы приходите он вам радуется спрашивает как дела как прошел день вот и прихожая должна быть точно такой же они какая-то там коробка из холодильника мелкая и неудобная некрасивая красота должна вас встречать сразу вот поэтому картина на входе не нравится картина повесьте фотографию не нравится фотографию красивую бра но в общем какая-то интересная штуковина здесь напротив должна располагаться и будет счастье смотрим дальше а а дальше я поменял местами кухню с жилой комнатой но собственно говоря как и просили заказчики и на месте кухни появилась спальня родителей и здесь расположение мебели следующая кровать стоит у дальней стены соответственно логика движения следующая когда мы заходим в спальню ни обо что не запоминаемся можем свободно ходить между кроватью и шкафом шкаф расположен вдоль самой длинной стены это сделано специально чтобы максимальное количество хранения обеспечить шкаф почти четыре метра очень большой вместительный соответственно все вещи мамы и папы там совершенно спокойно могут располагаться вдоль окна напротив окна стоит маленький столик консоль это макияжный столик очень красиво смотрятся легкие макияжные столики вдоль окна ставим столик на ножках снизу не надо никаких тумб делать но единственная под столешница может быть большая выдвигающаяся поверхность а на самой столешнице стоит небольшое макияжное зеркало оно небольшое но его достаточно чтобы увидеть себя полностью ну то есть свое лицо в это зеркало это красиво потому что напротив окна сразу же какая-то красота около окна и это не заслоняет ни свет не вид из окна ну то есть всегда выглядит это симпатично ну а под консолью стоит какой-то пуфик вот так организована спальня кухня гостиная сейчас располагается в самой большой комнате вдоль длинной стены находится кухня сейчас расскажу как она устроена здесь есть небольшая хитрость значит половина эта рабочая поверхность для кухни где есть мойка и есть варочная поверхность вот мойка вот варочная поверхность напротив нее находится остров получается что мы когда готовим находимся в таком неком треугольнике вот здесь из холодильника достали продукты помыли продукты порезали продукты поставили жарится на какую-то сковородку или вариться в кастрюльку все это приготовили и дальше на остров передали как но знаете такой своеобразный вот где раздаем и сервируем сервируем по тарелочкам а дальше уже перенаправляем на стол стол круглый это сделано для того чтобы удобно было его огибать ну и круглая форма всегда воспринимается более дружелюбно чем квадратная с углами вот но в данном случае здесь еще необходимость потому что как я уже сказал чтобы не зацеплять эти углы а вот за островом здесь находится диванная группа то есть большой диван 220 ну то есть прям на нем можно лежать спать расправить его можно гостей принимать пусть кто-нибудь останется с ночевкой можно здесь уложиться спать рядом кресло стоит можно его туда-сюда таскать ставить как удобно но смысл в том что на диване можно всей семьей расположиться смотреть телек ну и кому места не хватит на кресло хотя я думаю на таком диване всем хватит места какой-то столик здесь стоит журнале на котором можно игру разложить и семью играть в игры это тоже многие просят сделать но если у вас такая такой сценарий жизни еще не реализован то реализуйте это очень кайфово а вот оставшаяся часть от кухни сейчас расскажу вам что это такое на самом деле это половина кухни а половина постирочная вот так вот я решил постирочную унести именно в эту зону значит сначала про кухню первый шкаф который находится ближе к рабочей кухонной поверхности это холодильник второй шкаф который прям до потолка это хранение плюс духовой шкаф который на уровне груди всегда удобно располагать на уровне груди духовой шкаф открыл нагибаться не надо посмотрел что там как курица приготовилась или нет так все еще не готова довариваем дожариваем закрыли там же может кофемашины находиться ну и как я сказал оставшая нет оставшееся место это места хранения а вот интересно два ящичка которые справа это тоже две колонны вообще надо сказать что вот эта вся часть вот это вот вся вот эта часть это лаконичный большой шкаф с открывающимися дверками до самого потолка главная задача сделать его максимально незаметным то есть чтобы он со стенами сливался если условно стены белые то и этот шкаф должен быть белым и как я уже сказал самая левая дверка это холодильник за ним идет правее это духовой шкаф и еще правее две створки которые открываются на себя и вот это уже постирочная зона там внутри прямо в шкафу стоит стиральная машина сверху над ней стоит сушильная машина а слева от всей этой колонны у нас еще здоровенный шкаф куда помещается корзина для грязного белья место для уборочного инвентаря место для химии да и еще место останется под всякие запасы получается что вопрос со стиральной машины я решил именно таким образом сейчас многие скажут что чё за фигня кто ставит стиральную машину в гостиную я ставлю стиральную машину в гостиную когда нету места в санузлах и ваннах а располагать стиральную машину в ваннах и в санузлах это вообще категорически нельзя вы должны отнестись к ванной комнате как комнате не как постирочная помывочная а как комнате как к полноценной комнате в которой мы тоже наводим красоту поэтому там ставить стиральные машины табу просто табу да тем более здесь и места нет сейчас мы дойдем до них я вам расскажу что и как там расположилась но пока стиральная машина располагается до внутри шкафа в гостиной и кстати вы можете написать в комментариях за и против такого решения ну а я пока озвучу что например ну какие могут быть против стиральная машина это не эстетично ну да это не эстетично поэтому она спрятана в шкафу за закрытыми дверками и я так и делаю эти дверки открываются мы загружаем белье закрываем дверки и все больше нас это никак не раздражает то есть мы просто не видим эту стиральную машину но кстати этот же аргумент работает и в пользу ванной там она точно также смотрится некрасиво поэтому там делать не надо следующий минус который мог может прозвучать это звуки ну то есть она же шумит когда стирает на это я отвечу следующее делайте звукоизоляцию прямо внутри шкафа да внутри шкафа прокладывается звукоизоляция и стиральная машина становится практически бесшумной но с другой стороны мы же можем начать стирать ночью правильно пускай она на ночном режиме стоит ночью пускай стирает мы будем спокойно спать и не слышать стиральную машину точно так же как она стирает у кого-то в ванной ночью правильно так же получается третий минус то что она не проветривается но ребята на это я вам тоже скажу очень просто решается этот вопрос ну во первых вы можете открыть дверь и проветрить на самом деле второе вы можете сделать решетки снизу решеточку и сверху воздух заходит снизу выходит сверху прекрасно все вентилируется так что вот все минусы решаются абсолютно спокойно наверное здесь самое главное это то что в ваших представлениях о том как правильно нужно устраивать жизнь в квартире такого варианта нет и поэтому к нему очень часто относятся скептически ну вот здесь предлагаю вам рассмотреть такой вариант вы же смотрите для того чтобы увидеть новые решения вот вам новое решение но такое решение позволяет решить те проблемы которые я озвучивал в начале теперь у нас постирочная находится прямо в кухне гостиной есть несомненный плюс хозяйке всегда удобно она вот тут прямо когда на кухне что-то делает готовит тут же закидывает стирать тут же это белье может достать тут же на полочке сложить и пока она там может полежать до глажки переходим в детские детские решены очень просто я разбил их на две зоны первая зона это зона у окна это самая светлая зона зона для активности дети же часто играют на полу ну или столик какой-то туда подставляет поэтому лучше всего располагать ее ближе к окну здесь два стеллажа один второй на одном например могут стоять книги учебники тетрадки карандаши и что-то такое рядом со столом чтобы было удобно брать а на другом стеллаже могут располагаться игрушки игры ну и всякие штуковины которыми дети пользуются когда играют очень удобно получается один стеллаж для учебы другой для игры вот но так или иначе место остается для игр в самое светлое около окна то же самое и в другой комнате ну а за этой уже светлой зоны получается кровать напротив стол ну и там самом дальнем углу шкаф для одежды кто-то конечно возразит скажет что слушай но у стол как-то далеко от окна нужно его хорошо освещать вы знаете да я с вами соглашусь стол нужно хорошо освещать но тут какая штука когда ребенок сидит за столом и что-то делает читает пишет рисует все равно есть лампа которая освещает эту рабочую поверхность поэтому не проблема если стол чуть чуть подальше а вот когда ребенок играет например на полу до машинки катает или что-то это место никто не освещает никогда поэтому окно и расположение этой зоны рядом к окну на мой взгляд самое правильное напишите в комментариях что думаете по этому поводу согласны или не согласны но я перехожу к следующим оставшимся помещением это две ванных комнаты в которых нету стиральной машины я напоминаю я ее унес в кухню-гостиную здесь получается условно детская ванна и условно взрослая ванна в детской есть ванна в которой они любят плескаться унитаз и раковина за унитазом и раковины построена фальшь стена которая отступает основном от основной стены на 20 сантиметров внутри этой стены спрятана инсталляция спрятаны трубы коммуникаций но это все внизу располагается а сверху дверки полностью вдоль всей стены открывающиеся дверки это огромное хранение для всех баночек скляночек полотенчиков плоек фенов и вообще всего там абсолютно все можно скрыть это вот такое хранение которое мы используем в каждом проекте и вам рекомендую вот пример как это можно сделать в квартире вторичного жилья следующая ванная комната точно такой же принцип реализован вот стоит унитаз вдоль всей стены так называемый фальшь стена и дверки сверху огромное хранение унитаз стоит как бы немножечко с краю от входа а напротив входа обязательно раковина это самая красивая ванной ну потому что красивая раковина красивое зеркало сверху какие-то светильники красивые ну и справа это душевая кабина огромного размера очень удобно и комфортно в ней мыса можно даже туда какую-нибудь табуреточку поставить чтобы было еще удобнее ну и слева от раковины вы видите какая-то консоль этажер тумбочка что-то такое дополнительное внутрь можно что-то положить сверху можно что-то поставить или положить это всегда очень удобно и всегда красиво в дизайне это выглядеть выглядит вот пример как мы это реализовали в одном из своих проектов например но вот друзья я вам показал и рассказал как для конкретной семьи с конкретным запросом получилось сделать удобную красивую уютную планировку во вторичном жилье а я всегда говорю что планировка это фундамент будущего дизайна с помощью планировки мы решаем насколько будет удобно и комфортно жить жителям насколько это красиво будет в дизайне за красоту отвечает композиция композиция это правильное расположение мебели в данном случае по осям вот видите здесь по осям все располагается это симметрия дает равновесие это очень важное понятие в композиции ну и там есть много чего еще но это основа основа фундамент для будущего дизайна ну а если говорить про уют то уют это атмосфера это уже следующий шаг это уже шаг в дизайн это уже работа с цветом с формами с фактурой с образами которые мы создаем в каждом из наших интерьеров и если нам удается создать атмосферу то атмосфера это и есть уют понимать это немножечко больше чем просто красивые картинки потому что когда мы сидим в нашей квартире на удобном диване или в кресле или что-то делаем то мы же не просто видим глазами мы ощущаем все пространство такой чтобы мы ощущали все пространство создается атмосфера согласны или нет пишите в комментариях ну а на этом все ставьте лайк и жмите на колокольчик и подписывайтесь на канал друзья это будет очень правильно а мне приятно ну и здорово короче всем пока да прибудет с вами музык и